И всем привет, ребят! С вами Стрываньки, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик, наконец-таки, замечательный, игровой, посвященный новым перебалансным нагибаторским пушкам. И сегодня у нас на повестке дня обзор замечательной Изиды. У меня были какие-то определенные моменты, почему до сих пор данный видеоролик не был записан. Но сегодня полноценно мы вместе с вами пообозреваем Изиду на интересном сочетании. Можно было бы, конечно, потестить ее на непосредственном Викинге, но я думаю, что это чересчур дефолтно и не совсем интересно. Поэтому сегодня будет тест Хор Хопера Изиды с бустером. Ну и посмотрим, насколько жестко она сейчас нагибает в матчмейкинге. Возможно, это новое какое-то имбовое сочетание метовое, которое разваливает все, что движется. А возможно, это просто, наверное, там пушка такая в ближней бойке, как, например, там та же Жига или Фриз. И ничего сверхудивительного в этом нету. Но ДПМ-ность пушки повысили. И я думаю, что нужно полноценно все это дело затестить. По дрону используем сегодня бустер. Почему бустер? Хочется, наверное, попробовать выжать максимум урона из этого сочетания. Я буду надеяться на то, что получится в каких-то моментах переиграть 2-3 танка за счет бустера. И за счет того, что я смогу очень быстро нанести большое количество урона. Если все это дело будет получаться, то это будет очень круто. Но если нет, то... То, значит, подведем определенные итоги. Если вам заходит игрового плана видеоролики, если вы хотите видеть их чаще, то обязательно, друзья, также поддержите данный видеоролик лайком. Ведь от этого, по сути, и зависит, насколько часто у нас будет выходить в дальнейшем данные замечательные видеоролики. Опа! Пикуюсь я против молодого человека с ником KingOfChimp. Ну, ладно, ничего страшного. Попробуем выиграть. Попробуем выиграть. У меня тут не совсем, конечно, аппетитная каточка будет, наверное. Ну, попробуем выжать максимум из этого сочетания. Надеюсь, что получится. Главное цепляться за свои определенные киллы. И тогда, наверное, будет все более-менее получаться. Если, конечно, я бы сравнивал бы и Зиду, и ту же, например, Жигу или Фреза, я бы, наверное, все равно отдал бы предпочтение Жиге или Фрезу. Почему, вы спросите меня? Все очень просто, да. То есть, при любом раскладе вы на продуве сможете нанести большее количество урона, да. То есть, как бы вы ни хотели, вам будет проще играть с ним. Плюс вы можете наносить сплэш урон по нескольким танкам сразу. А здесь с Изидой у вас есть возможность уничтожения только одного танка. Но зато у вас есть, например, условный адреналинчик. И за счет него вы можете, например, где-то остаться на небольшом количестве здоровья и наносить большое количество урона. Да, это бесспорно плюс. Но все равно по механике и по удобности я бы отдавал предпочтение Жиге или Фрезу. Хотя, возможно, в каких-то моментах Изидас может нанести большее количество урона, большее количество киллов. Но это будет намного, как по мне, реже, нежели вы будете играть условно на... Ну, той же Жиге или Фрезе, да, Фрез с адреналином. Либо Жига с зажигательной смесью. Хотя Жигу в последнее время можно также использовать с компактными баллонами. Не такое большое количество моментов, когда есть прям в большом количестве именно эти иммунитеты. Вот поджога. Сейчас уже всякие игроки, в частности, используют не только резисты от поджога, но и от пробития, от чего у нас против еще есть, от оглушения. Но все равно, да, как бы иммунитет есть, защита от поджоги тоже есть. Но здесь, наверное, больше еще зависит от того, в каком режиме вы играете. Если это будет регби, там больше будут игроки склонны к оглушению, к иммунитету от Эмми, да, то есть к таким резистам не совсем стандартно, дефолтным, которые можно видеть, например, в ЦПшке. Ну ладно, все, давайте уже больше окатки. У меня 12 киллов, что является очень неплохим показателем для ЦП. Второй режим, к слову, наверное, давайте попробуем сыграть регби. Все-таки это хоппер, да, и в регби, я думаю, что на хоппере будет комфортно. Но в ЦПшке тоже надо полноценно рассмотреть это вооружение, посмотреть, насколько большое количество киллов можно дать. И пока, исходя из того, что я запитался еще не в самое начало боя, меня более чем устраивает результат в 13 киллов, да, если еще чуть более грамотно где-то пытаться прожимать овердрайвы на хоппере, то я думаю, что можно еще больше выжимать киллов, но пока как-то так, да. То есть еще главное тоже попытаться выиграть эту каточку. Надеюсь, я сейчас доживу до брони. Да, и теперь можно ДДшку с хорошим урончиком было нанести, но я птичку пожалел быстро прожимать. За это меня, конечно, здесь нагнули. Ну ладно. Не столь, наверное, важно. Обидно, конечно, немножко, но ничего страшного. 1200 урона с ядочки вот так вот вылетает с адреналином. А если бы мне еще хп поменьше было, то может быть и по полторашке. Ктик бы улетала. Это даже не в секунду, это ктик. Это еще быстрее. Это, конечно, жестко. Вот такой урон вылетает. Но, как я уже сказал, это все идет по одиночным танкам. Это не сплэш-урон, да, и невозможность дуть несколько танков сразу. И в этом есть, конечно, свои определенные минусы. Блин, надо было сейчас прыгнуть, заступить хотя бы данных молодых людей. Две минуты. Времени еще полным-полно, чтобы набить, ну, хотя бы 25, наверное, киллов. Можно было бы тут дать. Единственная проблема в хоппере в том, что, ну, не совсем часто получается реализовать непосредственно сам овердрайв, да, чтобы он еще был актуален, как бы, и имел свой смысл. Если бы я его еще мог часто использовать, и это было бы практично, было бы, наверное, вообще круто. Но ладно, 17 киллов в полтора минуты. Для сравнения, у Темочки тоже 17 киллов. Поэтому... Не так плохо, значит, смотрится. Данная хопера и зиба. Он играет на викингеры-каршете. Я играю на хопера и зибке. Так, точку я захватывать не буду, попытаюсь еще танк слить. Ну, похоже, нет. Ну, ладно, хорошо, 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 очень хорошо, что я сейчас, скорее всего, упоролся в него. Хотя можно было, наверное, точку захватить 50 секунд до конца. У нас под контролем две у противника, три, четыре точки отрыва. Сейчас посмотрим, совершил я ошибку или не совершил, выиграем мы бой или нет. Если проиграем бой, то, скорее всего, вина будет на моей стороне. Так, тут еще игром овер прожимает. Ну, ладно, хорошо, отвел хоть прицел. Чтоб он не сливал всех сразу. Три точки под контролем. Кто-то прожимает овер неплохой. Попробуем сейчас вот этого игрока быстро скушать. Так, Артемка там на овердрайве. Накидочку профессионально организовывает. Давайте мою Артемочку потушим. Пусть постоит покурить немножко. Так, 16-16, а мы слили, да? Да, мы слили, получается. Ну, значит, была ошибка с моей стороны. Надо было там лучше точку захватывать. Возможно, потянули. Хотя, может, и даже бы это сильно особо не зарешало. Но, если посмотреть на киллы, Если посмотреть на киллы, То За бой я набил 21, Артемчик 19. Неплохо, 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 неплохо для такой катки. Я считаю, что очень даже неплохо 21 килл иметь. Поэтому давайте отправимся в регби. В регби. И уже там непосредственно посмотрим, Насколько жестко Можно рубануть на этом интересном сочетании. Пока мне нравится, да? То есть Изида неплохо. Для всех любителей Изиды Возьмите на заметку себе это вооружение. К слову, это вооружение Мне кто-то вообще советовал рассмотреть. Да, то есть я Не скажу, что я сам, знаете, как придумал-то Взять именно это сочетание. Это сочетание мне кто-то советовал. Я не особо, конечно, сильно помню, кто это был. Но были ребята, которые советовали мне взять это вооружение. Потестировать, посмотреть. Говорили, очень неплохо посмотрится. Поэтому мы пробуем. Пробуем реализовать его в этом бою. У нас Пока-таки Ну, не сказать, что, конечно, круп. У нас Мосты, но Игровые. Можно здесь пробовать. Можно здесь пробовать выигрывать. Посмотрим, получится, не получится Выиграть. О, против тоже. Молодые люди играют на Хоппера и Зиде. Глобокейт. Неплохо. Неплохо. Ну, давайте попробуем. Не получится. Здесь доставить. Сейчас прилетит большое количество урона. Посмотрим. Нормально. Доставочка сработала. Неплохо. 2-1. Но, мне надо попробовать киллов еще подавать. То есть доставки доставками, но киллы нужны. Нужно попробовать дать побольше киллов. Против, например, тоже есть такая же самая Хоппера и Зиде. Она вот, правда, видите, он играет на защиту. Я играю с бустером. И, по идее, я его переиграл. Еще урона. Хорошо. Не, ну так, знаете, в упор неплохо. ДПМ, это мне нравится. То есть, что творит пушка. Получается очень неплохо. Так, у противника есть шанс доставить. Синем же взяли резист. Это похоже на то, что сейчас будет доставочка. Да, вообще у меня корпус улетает. Ну, это Хоппер, окей. Это Хоппер. Здесь довольно тяжело заблокировать. Можно, конечно. Но сложно очень. Чтобы у тебя получилось заблочить грамотно. Так, надо попробовать сейчас забрать мяч. Окей. Окей, окей, окей. Заморозили. Хорошо. Пока работаем, пока работаем. Три минутки прошло. Две-два. Хорошая такая потная каточка походу намечается. Люблю такие бои. Доставить противника я здесь точно не дам. При любом раскладе. У меня не будет возможности доставить. Да, отлично. Работаем. Работаем. Пробуем. Забрал аптечку, жалко. Минус овердрайв. Надеюсь, мои тиммейты сейчас начнут играть. Пора включаться. Но если я сейчас не буду включаться, то шансов на победу в этой катке у меня будет очень мало. Нужно урон. Нужно, чтобы молодые люди урон накидывали. Но это три-два. Железные три-два, наверное. Нет? Ну да, здесь типа если хоппер не ставит. Вон получается крафт. Минус овердрайв. Три-два, железно. Ну, я надеюсь, что сейчас камбэкаем. Центр аптечки. О, аптечка овердрайв. О, овердрайв, боже, что я несу. Центр. Мяч. Пробуем. По идее, он должен прожимать сейчас овер. Не, он не прожимает овер. Диктатор. Овер. Овер, диктатор. Диктатор тоже без овера. Я понял. Я понял. Хорошо. Окей. Сосанная каточка получается. Получается плюс всосанная. Получается плюс всосанная. 13 килов. У противника на хоппера и зиде десятка. 13. Ну, неплохо, конечно. Можно лучше. Можно лучше, определенно. Можно лучше. Стараться больше. Давать. Ну, в таких катках, конечно, очень тяжко. Тянуть. Тиммейты чуть больше, наверное, помогали. Было попроще. Как тяжеловато. Вроде как бы и хопперы есть. Которые должны здесь врываться. Хорошие тайминги. Ну, не особо. Что-то получается. Как вы видите. Не особо здесь что-то идет. Полторы минуты. Было бы неплохо еще поставить один мяч хотя бы. До 500 очков дотянуться. Если бы до 500 очков дотянуть, будет неплохо. Давайте попробуем скатать еще один бой. Потому что, ну, здесь довольно тяжело было реализовать вооружение. Потенциал у него большой. Ну, когда играешь против пати, в соло тяжеловато. Определенно тяжеловато. Поэтому, давайте попробуем еще разочек. Может, сейчас получится более аппетитно, грамотно. Сейчас посмотрим. А может, против них же сейчас попадем. Будет еще одна патневая каточка. Ну, посмотрим. Пока, в принципе, что я могу сказать по хопперу и зиде. Интересное сочетание, да. Интересный геймплей. Но... Но, 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 но. Но, если сравнить, например, с жигой или фрезом, то все равно, мне кажется, что жигой или фреза реализовать намного проще. Чем вот это вот вооружение. И поэтому я, если честно, бы поспорил, да. С тем, что лучше использовать. Возможно, будут бои, где можно будет так же актуально использовать и это вооружение, да. И может, даже в группе, да. За счет того, что вы можете хилить, например, своих тиммейтов. Это будет работать еще как-то получше, поинтересней. Но, если вы играете в соло, да. И, как бы, надеетесь исключительно на свои навыки, способности. То, я думаю, что лучше уж использовать фреза или жигут уже, да. И там уже киллов вы будете давать больше. И киллов, и чувствовать себя будет немножко побольше. Даже при том раскладе, что здесь, как бы, урона больше. То есть, даже при этих всех раскладах. Все равно я бы... Я бы сказал, что намного эффективнее можно использовать непосредственно фрезы или жигут. Но, это мое личное мнение, да. Возможно, оно не столь является верным. И вы сможете, например, эту хоппера и зиду использовать намного лучше, чем... Чем какую-то дуйку, да. Тут уже дело вашего комфорта. Ну, вот, например, как здесь, да. Я пытаюсь слить хоппера, а его лечит из зида. И, по итогу, ну, не сказать, что у меня что-то получается с этим сделать. Ой, почему-то, не сказать, можно... Не было, конечно же, начинать с брони. А вот теперь из-за этого можно сейчас не потянуть. Да. Вторая доставка от противника. Похоже. Похоже. Но здесь, вроде как, уже у меня по тиммейтам немножко поинтереснее. Но, все равно, как-то, очень тяжко. Пока что протекает данная встреча. Хопперы есть, видите, насколько большое количество хопперов теперь в регби. Но грамотных хопперов не такое большое количество, и в этом, наверное, большая проблема. Если бы эти хопперы были бы грамотные, то, возможно, было бы попроще. Но так довольно тяжеловато. Так, ладно, начинаем камбэкать. Пока я была болел. 1-1. Три минуты прошло. По очкам все идет очень неплохо. Ну, надо пробовать выигрывать. Только победа может здесь устраивать меня. Чтобы я сказал, что это вооружение лучше, чем... Жига или Фриз, например, тот же. Там сейчас противник доставит. Без шансов, я так понял, да? О, нет, не доставил. Ничего себе его законтрили. Шок синий, а законтрили. Законтрили. Так, где мяч? О, мяч вижу. Блин, 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 блин. Не надо, только не бросай, пожалуйста. Не бросай. О, он сам ставит. Видите, хопперы играют на... Получается, непосредственно... Клавиатуре, да? Довольно мало сейчас таких игроков встретишь. Но они, видите, тоже имеются. И в регби их становится все больше и больше. Даже просто игроков, которые играют на хоппере. 2-1 за 3 минуты до конца. 2-1 за 3 минуты до конца. Мне было бы неплохо... Ну, дать килл. Может, даже 2. Может, даже 3. Может, от изи до моей резисты начинают брать. Прикольно. Значит, она неплохо дамажит. Что я могу сказать? Значит, она неплохо дамажит. Раз, получается. От нее берут резисты. 14 килов. Неплохо. Неплохо. 2 минуты. Попробовать поставить еще один мяч. Было бы, я думаю, что вообще великолепно. Ай, зря вот сейчас мой корпус так подлетел. Сильно, если бы не подлетел. Была бы отличная возможность попробовать доставить. Ну, так... Так, с такими подлетами не получилось. Здесь еще кто-то пробитие мне дал. Хорек какой-то. Так, мяч скидывается. Хорошая точка. Позиция. Отлично. Пробуем. Пробуем на врыве. Оп. На врыве работаем. Работаем. 4-1. Неплохо. Неплохо. По очкам 400. Что-то среднее. Что-то среднее. Что-то среднее. Что-то среднее. Ну в общем и целом Я могу Ну давайте ладно бой закончим Я подведу итоги Которые у меня в принципе в голове сложились По этому вооружению Ой хороший прыжок Великолепный Великолепный прыжок На минус танк Вообще супер Я так Моя школа короче Что можно сказать Моя школа Моя школа Я так тоже умею прыгать Профессионально Профессионально Пятьсот Пятьсот Ну пятьсот это неплохо Пятьсот это неплохо Исходя из того что У нас не совсем тут Турбо изёвая каточка То я думаю что это неплохой результат Так попробуем сейчас это законтрить Законтрить Законтрил одного Ну второго я не законтрил К сожалению К сожалению Второго Я не законтрил Но трюк Получился очень красивым Эффектным Рабочим Берите себе на заметку Это Я бы даже сказал Ну может Немножко рандомная Конечно тема Но как она работает Вы в принципе видели Да и Так же и можно Спокойно реализовывать Ее на постоянной основе Так попробуем доставить А ну Дождь у меня доставит Еще плюс килл И победочка Три с половиной тысяч По крисам неплохо Двадцать один килл Двадцать один килл Неплохо Что я могу сказать Неплохо Учитывая тот расклад Что от изиды в матчмейкинге Намного меньше резистов И по сути Если например Вам в боях Встречаются резисты Отжиги От приза То Теперь Можно смело Брать изидочку И начинать Разваливать Я думаю Что это вооружение Спокойно можно Эффективно использовать Что в регби Что в захвате флага Что в контроле точек Я думаю Что все эти три режима Отлично подходят Для использования Данного интересного Замечательного вооружения Поэтому Любителям изиды На заметку Любителям регби Как вариант Использования Еще одной пушки Которая в дальнейшем Будет приносить вам Довольно Неплохое Количество кристаллов Вот такой вот видеоролик У нас сегодня друзья Получился Обязательно друзья Не забывайте поддерживать Данный видеоролик лайком Если он вам понравился Если вы хотите Видеть новые Интересные Игровые видеоролики То поддерживайте Все это дело 150 лайков Выходит в следующий видеоролик У нас осталась Еще одна пушка Которая подверглась Изменениям в балансе Я думаю Что именно ее Мы пообозреваем В следующий раз Но А вы Также в комментариях Можете написать Сочетание Которое вы бы хотели Посмотреть В ближайшем Будущем времени Если конечно Их например Не было на канале Там в последние Пару тройку месяцев Если вы уже не были То вы можете просто Открыть видеоролик И посмотреть Найти нужное Вооружение Нужное сочетание У меня друзья На этом сегодня все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Субтитры сделал DimaTorzok